Приветствую гостей и подписчиков моего канала. Меня зовут Елена Мерсанова, я парапсихолог. И сейчас мы с вами рассмотрим такой вопрос, что вы делаете не так в отношениях. То есть, почему же ваши отношения не получаются? Посмотрим, что на это скажут карты. Вам же нужно загадать одну цифру от 1 до 5. Цифру выбираем интуитивно. То есть, в голове прокручиваем этот вопрос. И какая первая цифра всплывет? Такую. И рассматривайте потом. Под этим цифрой будет позиция, которая вам нужна. Итак, что же вы делаете не так в отношениях? Делаем 5 позиций по 3 карты. Этот расклад общий, то есть, не настроен лично на вас. Обычно я работаю по фотографиям. Либо хотя бы по скайпу. Но вот мне обязательно нужна личная энергетика. Тут энергетики как таково не присутствует. Так что не стоит воспринимать это все прям буквально. А то иногда пишут, что не совпадает. Это нормально. Ну что, вот допустим, смотрите, получается всего 5 раскладов. Один и тот же вопрос. А у нас сколько миллионов человек на планете? Может же у каждого пятого совпадать? Повторюсь, что это все-таки общий расклад. Поэтому я никогда не работаю с гороскопами. Не верю в то, что у каждого 12-го человека каждый день все одинаково. Итак. Для тех, кто выбрал цифру номер 1. Что вы делаете не так в отношениях? Так. Сразу говорю, что что же вы делаете не так в отношениях? Во-первых, вы в отношениях слишком теряете саму себя. Вы полностью отдаетесь вот этим отношениям. Это, конечно, очень хорошо. Особенно в начале. Это очень приятно. Но вы теряете свое «Я» постоянно. Во-первых, вы слишком быстро начинаете строить какие-то планы. То есть вы убегаете далеко-далеко-далеко вперед. Получается, вы вроде в сегодняшнем дне, а вы можете планы строить на месяц, на год, на 5, на 10 вперед. Это вам очень мешает. Мешает, во-первых, расслабиться. И просто получать удовольствие от сегодняшнего дня, от данного мгновения. Просто мешает вам расслабиться. И затем, когда ваши планы, которые вы состроили у вас, вас и не получаются. У вас приводит еще больше разочарование. То есть, получается, у вас вот шаблон отношений, в принципе, один и тот же. Вы преподносите вашего партнера на пьедестал, строите с ним различные планы. Вот мы будем, допустим, там родим троих детей, построим наградный дом, купим там машину. То есть, всегда по одному и тому же шаблону. Не забывайте, что люди все-таки разные. Ко всем нужен разный подход. И добавок я говорю, что вы очень быстро начинаете говорить «мы». Это тоже хорошо, конечно, но вы забываете говорить «я». Вы очень мало начинаете делать что-то лично для себя. В этих отношениях есть даже не сколько «мы» у вас, а сколько есть «он». вот все вокруг него, он как пуп земля у вас. Вот единственная, самая главная, большая ошибка, то, что вы делаете в отношениях. Вы слишком много даете. Слишком много даете этому человеку, слишком много делаете для него, а про себя просто-напросто забываете. Вы, кстати, это очень плохо. И тем, получается, вы и отдаляете себя же от него. Потому что нет уважения. Есть вот «он» и все. Так что ответ вот такой. Слишком много нехорошо. Так, расклад номер два. Что вы делаете не так в отношениях. Тут, скорее всего, на данный момент, по раскладу у вас уходит, к сожалению, дело даже не в ваших поступках, а дело в вашем здоровье. Вам нужно провериться либо на щитовидку, либо проверить все-таки ваш гормональный фон, потому что ваши перепады настроения, вот эти вот, перепады настроения, перепады вот этого состояния внутреннего, даже вот этого. Слишком уж они у вас резкие. слишком много какой-то... Либо резкий такой подъем сил у вас, потом резкий упад, и ничего хорошего этим не заканчивается. Поэтому могут быть какие-то скандалы, перепады настроения. Это очень сильно сказывается на отношениях. Поэтому по этому раскладу советую вам сходить в больницу и проверить свою в первую очередь здоровье. Хотя бы обойти какое-нибудь обследование, хотя бы приблизительно. Я диагнозы не ставлю, но вот первое, что приходит по этому раскладу, все-таки получается дело в вашем все-таки здоровье и именно вот перепадах вот этих постоянных. Так что на данный момент, к сожалению, вот это... Других вариантов я тут не вижу. Так, расклад номер 3. Что вы делаете не так в отношении? Что вы делаете не так в отношении? К сожалению, вот у меня по раскладу выходит, что вы человек сам по себе, можно сказать, человек одиночка. Некоторые, знаете, элементы социопатии у вас присутствуют. Вы не очень любите людей в плане того, что вам хорошо быть самой собой. Вы любите и привыкли сами решать, что вам делать, как вам сделать, куда идти. Поэтому внедрение окружающих людей в вашу жизнь вам очень нравится. И независимо от этого, любимый это человек или нелюбимый, какое-то время вы можете это потерпеть, но рано или поздно вы начинаете ставить некоторые преграды, там, стенки, я не знаю. Вы очень любите, когда, как говорится, когда вам лезут в душу. Это вы так считаете. Хотя на самом деле не всё так резко, но вот, к сожалению, вы так это воспринимаете. Поэтому, что вы делаете не так в отношениях, тут, скорее всего, дело в вашей неприязни, вхождение в ваше личное пространство. Поэтому, если честно, вам бы неплохо подошёл именно не семейный союз, а определённый какой-то гостевой брак, причём с человеком, который моложе вас. Будет более такой хороший тандем, более будет всё понятно, а просто жить вам с кем-то, это, возможно, скорее всего, не сейчас. Явно, где-нибудь попозже, может, через несколько лет, может, через несколько, даже десятка лет. Так что, к сожалению, вы социопат. Не нужно думать, что вы какой-то больной человек, ничего в этом страшного нет, у социопатов довольно-таки много у нас, хотя многие у нас, они, многие скрывают это. зачем, если вы не любите вы, когда к вам лезут? Зачем вы должны себя переламывать и делать вид, что всё хорошо, что вы любите всех? если вы такой человек, и чё теперь? Что, он ударит совсем кое-что, что ли? Нет. Принимайте себя таким, какой вы есть. Вам нравится быть в окружении, допустим, всего двух, трёх человек, но которые к вам не лезут? Отлично! Вам хорошо, комфортно. Всё. так что не надо думать, что вы какой-то там плохой человек, тому подобное. Вот такой вы. Попробуйте принять саму себя, потому что у вас получается немножко не скорректировано вот это. Когда вы примете саму себя, какая вы есть, вам станет намного, во-первых, самой легче. Вы сами с собой будете лучше уживаться и с вами люди тоже начнут лучше контактировать, лучше вас понимать. Так что вот что вы делаете не так в отношениях? Слишком много загоняетесь, сами себя пытаетесь сломать, этим вы ломаете не только себя, но и окружающих, в том числе и отношения. Вот и всё. Так, расклад номер четыре. Что вы делаете не так в отношениях? Так, ответ довольно-таки такой интересный. Во-первых, вы, у вас есть некоторый шаблон, вообще отношения, которые вам, скорее всего, поставили ещё с детства, возможно, тут воспитание ещё зависит от этого. Мужчина, да, должен быть конкретно вот таким. Мужчина должен содержать семью, он должен быть надёжным. В общем, жёсткий, резкий шаблон. если мужчина немножко хотя бы не соответствует этому шаблону, всё, вы можете сами нарушить, сломать эти отношения, вот, ну, не подходит, он всё, у вас слишком, у вас нет оттенков белого или чёрного, у вас есть только вот да, нет. Золотой середины, к сожалению, у вас нету, особенно вот по поводу стереотипов, какой должен быть мужчина. К сожалению, вы этим вредите самой же себе, даже не тем людям, с которыми вы были, именно саму себе, потому что чем дальше, тем больше у вас вступает разочарование вообще в мужчинах. Попробуйте как-то немножечко, я не знаю, скорректировать, чуть-чуть какие-то дать мужчинам право на ошибку, хотя в чём-то, да, нет, вы бываете терпеливы, да, вы там ждёте, но вот всё равно вот этот ваш шаблон вы нисколько не меняете само себе, у вас получается, вот, должен быть вот конкретно, вот прям вот такой мужчина, всё. Попробуйте немножечко разбавить краски, что ли, чуть-чуть добавить там чего-нибудь, каких-нибудь цветов, тогда будет намного проще, чуть-чуть всё-таки отпустить порой ситуацию вам всё-таки нужно, вы слишком, вот, вы серьёзно относитесь к самой себе и в том числе и к окружающим, и потом сами же себя за это корите, корите остальных, непонятно на что можете обидеться, в общем, попробуйте немножечко быть попроще, вот, тогда довольно-таки перспектива неплохая, вот, надо быть попроще, всё. Так, расклад номер пять, что вы не делаете не так в отношении? Так, по пятому варианту, пятая позиция, что вы не делаете не так всё-таки в отношении? Вы человек такой, довольно-таки сам по себе странный, человек спонтанный, во-первых, вы не знаете, что вам стукнет в очередную минуту, причём вот эти ваши постоянные сомнения не только в вашем партнёре, постоянные сомнения в своих чувствах. Вы очень любите покопаться в себе. В то же время у вас сочетаются здесь у вас периоды, когда вы можете вообще на всё плюнуть, включить полный пофигизм, плывёте по течению и всё вроде нормально. Но потом можете опять перейти в тот период, когда вы во всём абсолютно сомневаетесь, начинаете копаться в своих мыслях, тараканов своих разведить в голове и вот тогда начинаете всё портить. То есть вам нужно как-то, не знаю, смешать эти чувства, эти спонтанности, какие-то определённые, вот эти терзания, чуть-чуть поразмешать с другом, тогда будет нормально. Потому что у вас либо слишком большой пофигизм, либо наоборот слишком большие терзания собственные. И вдобавок вы ещё сами не знаете, что вам допустим захочется через 10 минут. Это довольно-таки тяжело переносить допустим мужчины, которые рядом находятся. Вам либо нужно, если вы сейчас не в отношениях, нужно найти вот похожего человека, человека такого, знаете, как человек-сюрприз, спонтанного, который не думает о каких-то планах на будущее. Захотелось, сделали, вот. Вам попадали скорее всего до этого люди планирования, которые планируют наперёд всё. Вы слишком, вы вот не относитесь к этим людям, поэтому вам сложнее всё-таки. либо попробуйте немножко хотя бы синхронизировать как-то вашу жизнь, хотя бы ввести некоторый дневник, а составлять хотя бы небольшие планы на следующий день. хотя бы в чём-то у вас должна быть планомерность, немножко себя повоспитывайте. Слишком вот у вас всё так вот каша-малаша такая, всё намешано, слишком много всего. Попробуйте хотя бы приучить себя хоть к чему-нибудь, то, что вы, чем бы вы занимались каждый день. немножко приучить тебя, у вас не хватает дисциплины ещё. Поэтому мужчинам очень тяжело на вас реагировать, на ваши вот эти спонтанности постоянные. Вот, к сожалению, выходит так. Ну, кстати, довольно-таки скоро у вас идут очередные перемены, так что готовьтесь. Итак, сегодня мы посмотрели такой вопрос, что вы делаете не так в отношении. Получились очень такие интересные расклады. Повторюсь, что не нужно воспринимать буквально. Бывает неизвестно, в какую сторону вообще этот расклад уйдёт. Иногда бывает, возможно, немного грубоватая. Ну, вот. Я, как говорится, врать не люблю, лучше буду говорить напрямую, как считаю нужно. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока и до новых встреч! до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!